В этом году в авариях пострадало меньше детей и подростков. И самих аварий с участием детей стало меньше в два раза по сравнению с прошлым годом. Немалую роль в этом сыграли уроки и акции по безопасности дорожного движения, которые проводят школы и детские сады. О них рассказал начальник управления образования Дмитрий Садидинов. Однако даже на пешеходном переходе водитель может не заметить пешеходов в темное время суток. Поэтому нужно убедить детей и их родителей, что на одежде должны быть светоотражающие элементы. Без ношения светоотражающих элементов на одежде повышаются риски, связанные с перемещением наших детей, которые ходят в музыкальные школы, секции, спортивные учреждения. Здесь нам нужно проводить не только активную работу по информированию населения, правила безопасности здорового движения. И вообще мы об этом и говорили на нашей городской планерке. Активно понуждать, я иногда употреблю родителей, чтобы они приобретали светоотражающие элементы. По информации сотрудников госавтоинспекции, основными видами происшествий на дорогах являются столкновения, наезд на пешеходов и велосипедистов, опрокидывания. Тем не менее, по итогам 9 месяцев количество дорожно-транспортных происшествий снизилось по сравнению с прошлым годом. Был затронутый вопрос подготовки дорожных предприятий к содержанию автодорог в зимний период. Общая протяженность дорожной сети района составляет более 2150 километров и находится на обслуживании сразу нескольких организаций. На сегодняшний день к зиме уже подготовлена часть техники и противогололедные материалы. Зарина Нурулина, Новости Татарстана.